Дмитрий забыл одну важную вещь сказать про тот проект, который он показывал. На самом деле этот проект был сделан несколькими проектными организациями, находящимися в разных городах. Серьезно, это не шутка. То есть этот КАП-проект был выполнен тремя проектными организациями. Одна находилась в Сочи, остальные находились в Ростове. Настроить удаленную работу и сделать так, чтобы все изменения архитекторов были у всех остальных, тоже можно. Об этом сегодня будет на самом деле. Итак, по Revit-архитектурам. На самом деле Revit – это одна сейчас программа, разделенная на три части. Это архитектура, конструкции и непосредственно MEP, то есть инженерка. Я вам сейчас расскажу про архитектурно-строительную часть, то есть это про Revit-архитектуру, Revit-struction. Постараюсь побыстрее. Итак, есть заголовок нашей презентации. И это, собственно, здесь на выставке. Это от концепции до рабочей документации. Дело в том, что если вы работаете с Revit, то есть очень важный момент. Мы привыкли видеть проект, как это эскиз стадия B и стадия F. То есть, по большому счету, движемся так. Сейчас, конечно, сами знаете, бывают разные варианты, но, как правило, эскиз первый. Но для того, чтобы сделать настоящий BIM, нужно совершенно все по-другому. Дело в том, что, чтобы начать делать эскиз, нам необходимо иметь шаблон стадии R. Если мы имеем шаблон стадии R, тогда мы можем сделать нормальный человеческий эскиз. То есть, тогда, внеся нужную информацию уже непосредственно в шаблон, при проектировании эскиза мы уже сможем вытаскивать, во-первых, разную информацию, во-вторых, нужно будет переделать модель. А это очень важно. Потому что, если мы будем, к примеру, разрабатывать шаблон, потом делать проект, находить там ошибки, корректировать шаблон, потом опять в проект, потом опять корректировать, так это будет бесконечно происходить. То есть, если хотя бы что-то более-менее настроенное, тогда, да, тогда работа проходит нормальная. Если вы будете идти по пути того, что будете рисовать эскизник с нуля в Revit, потом делать стадию P, ну, может быть, как-то вы еще сделаете, на стадии R все, у вас все заглохнет, потому что это практически нереально. Будет такое количество изменений, которые потребуют изменения самой модели и самих элементов, которые были до этого сделаны. Потому что информации намного больше, выдать нужно по-другому и так далее. Собственно, и разъединить проекты сейчас мы, допустим, опять же, ушли от концепции, которые часто нам говорят о том, что есть несколько разных BIM-моделей, мол, есть отдельная BIM-модель на эскиз, есть отдельная BIM-модель на стадию P, есть отдельная BIM-модель на стадию R и так далее. Не работает. Дело в том, что у нас, как правило, что происходит? Мы сели рисовать рабочку, у нас P лежит в экспертизе, приходят замечания, мы вносим замечания по стадии P, а они должны еще быть уже в стадии R включены. Это что, во все эти разные файлы это все вносить? Нет, так не получится. По большому счету файл должен быть один, тогда это хоть как-то работает и обусловлено уже непосредственно теми тенденциями, которые у нас есть. Как начать? Ну, соответственно, необходимо сначала учиться. У нас есть некий алгоритм, это знание, умение, навыки. То есть необходимо, прежде всего, иметь знание, как это работает, что там как происходит. То есть умение, это какую кнопку нажать, это отдельно, а навыки, это вообще спиной мозг, все уже привыкли в алтокаде, там, с закрытыми глазами бить по клавиатуре. Ну вот, первое, это иметь знание, прежде всего. Не имея знаний, вы дальше никуда не сдвинетесь. Ну, соответственно, как первое пробует, это пробует трехмерную модель. То есть создаешь данные, опять же, как я уже до этого показывал, ты вносишь изменения, исправляешь всю модель и опять по кругу. То есть просто попробовать, начиная с 3D, мол, мы сейчас 3D порисуем, а потом как-нибудь выйдем на рабочку. Никогда вы на нее не выйдете, просто никогда. Тем более, при загрузке проектировщика это вообще невозможно. То есть он и так уже перегружен, не мне вам рассказывать про это. Плюс есть очень важный момент, это то, что внутри даже самой проектной организации, на которой на кухне все вообще прекрасно, все там прямо отмечают дни рождения в обнимку, как дело доходит до проектирования, а разные разделы между друг другом не могут договориться. И в BIM, даже при создании самой концепции работы непосредственно уже с самими файлами, данными, договориться вообще никто ничего не может. То есть, соответственно, смешники на себя тянут одеяло, архитекторы на себя, конструкторы на себя и в итоге мы ничего не имеем. Так обычно и происходит. Ну и, соответственно, у нас есть это сроки, результаты, качество. То есть сроки у нас сейчас идут просто первые. Совершенно мало интересует уже кого-то результат, ну и качество это так уже написал, просто чтобы было. А, соответственно, еще параллельно ввести BIM и ввести столько всего, связанного с разработкой, с корректировкой и так далее, это просто нереально. Ну и, соответственно, BIM стоит денег. То есть, чтобы вы вложили это, вам нужно как-то вернуть эти деньги. Это очень важно. Просто так это заниматься просто потому, что это хорошо. Разговор о том, что сейчас уже все должны быть в BIM, а то вот отстаем. Вы же должны понимать, что это намного дороже, чем обычное проектирование. Софт стоит денег, люди стоят денег, как я уже говорил. Все это стоит денег. Соответственно, вы должны четко понимать, как вы их вернете. Ну и, соответственно, непосредственно уже архитектура. Архитектура имеет огромный плюс. Дело в том, что ее трехмерная модель аналогична чертежам, как правило. И это очень хорошо. То есть, мы видим чертежи так же, как видим модель. Поэтому есть мнение о том, что BIM нам помогает, потому что мы трехмерку построили, а чертежи, по сути, у нас есть. Ну, это миф, конечно, с одной стороны, но с другой стороны это так. Но у архитектуры есть другая проблема. Это множество вариантов, что такое архитектура. Архитектура может быть такая, может быть такая. И, соответственно, она должна быть преднастроена либо для той, либо для той архитектуры в зависимости от того, что вы делаете. Если вы занимаетесь жильем, то промка – это совсем другое. Я вас уверяю. Ну и, соответственно, типовые задачи – это жилые дома, производство, офисные здания, коттеджи. Это несколько таких проектов, которые мы вели. Здесь есть различные варианты того, как это было сделано. Есть простые задачи, которые решаются достаточно легко. Вы все прекрасно понимаете, что это не сложные проекты, в том числе и коттеджи. Их сделать легко. Но есть более сложные задачи. Кстати, вот эта трехмерная модель я показывал здесь же на выставке, точнее это была не выставка, это была отдельная конференция 10 лет назад. Когда я рассказывал про BIM, это было в 2009 году только в большом зале. Мы тогда показывали несколько совмещений, там было два проектора и так далее. Вот уже прошло 10 лет, видите, мы еще все здесь. Еще не перешли на BIM. Итак, ну, соответственно, есть более сложные задачи, которые нужно много деталей различных разрабатывать, каких-то нетиповых решений. То есть, либо что-то очень большое, это тоже нетривиальная задача сделать какую-то огромную модель, огромное производство. Это, допустим, реконструкция, которую, ну, как правило, непросто делать. Там много нюансов. Вот. Про стали я уже вам сегодня показывал, что это все возможно сделать, но это не типовая задача. То есть, реконструкция – это всегда не типовая задача. Ну и, соответственно, есть дополнительные возможности, которые могут помочь вам перейти на BIM. Ну, допустим, вы можете заняться интерьером с точки зрения не просто там дизайна, но если, допустим, разрабатывать, сейчас многие строят уже под ключ. Соответственно, вы можете предложить заказчикам что-то сделать более сложное. Вот. Разработать какие-то ландшафтные решения. То есть, в рамках тех же самых программ, про которые мы говорим, это все возможно. То есть, это не только какое-то серьезное там 3D и так далее. Это может быть более красивое, более что-то еще. Часто за это платят больше. И это не секрет. Вот. Ну, это что касается дополнительными возможностями. Соответственно, про вопрос документации. На самом деле, вся она оформляется. То есть, это полностью трехмерная модель. Вся информация взята оттуда. То есть, узлы – это фрагменты. Не нужно все в трехмерке строить. Мы в трехмерке строим только то, что мы считаем. То есть, ну, если мы будем рисовать гвозди, то мы будем гвозди как пасхи все это рисовать. Соответственно, что-то мы можем просто сделать в виде 2D на узлах, что-то мы прорабатываем и так далее. То есть, оформляем любые чертежи, любые фасады. И вот мой любимый слайд, который я часто привожу в пример, когда мы проводим обучение – это вот схема раскладки перекрытия. Дело в том, что это характерный пример того, что 3D не есть чертежи. То есть, если мы просто возьмем трехмерную модель, мы не получим вот эту схему. В рамках архитектуры мы не берем вот сейчас отдельный конструктив, который весь построен на схемах, либо инженерку. То есть, BIM в чистом виде, чтобы просто разрезать и получить. Мы не получим так. Нужно немножко по-другому делать. Вот чтобы сделать подобный чертеж, он делается автоматически в Revit, если его настроены. Но для этого необходима BIM-модель, которая будет вся информация, которая сможет скрыть эти перегородки, убрать полы, выявить плиты, что-то заштриховать пунктиром, монолитные участки заштриховать так, почему-то там будет информация о том, что это монолитный участок, либо это монолитный пояс, либо еще что-то. Не имея информации, такой чертеж не получится. Но если у нас BIM-модель настроена, то чертежи получаются фактически автоматические. То есть, маркировка плит происходит автоматически, а превращение обычно трехмерной модели вот в эту схему занимает одну секунду. То есть, вы получаете новый вид, нажимаете и все. У нас это настроено следующим образом, что на два этажа все чертежи уже имеются, разложены по листам, чтобы хотя бы на два этажа не нужно было раскладывать снова это каждый раз. Ну, соответственно, если больше, то вы добавляете. И если компания, к примеру, занимается там мегаэтажками, у нее часто там бывает 18-20, можно сделать на 18-20. То есть, зачем даже просто заниматься оформлением, раскладывать эти спецификации и так далее. Просто мы заходим, смотрим так, на этот лист не поместилось, меняем формат, что-то подвинули, пошли дальше. Такое тоже можно сделать, но опять же, если у вас все настроено. Ну и, соответственно, данные. Мы можем получать любые данные. Есть много нюансов, связанных именно с этим, потому что наши таблицы не всегда логичные с точки зрения BIM, но, тем не менее, их можно получать именно непосредственно самим Revit. То есть, это не нарисованы палками. То есть, получать схемы полов, отделки помещения – это проблема, но тоже можно добиться. Различные окна, перемычки и так далее. То есть, это все возможно. То есть, это все сделано средствами Revit. Тут нет ничего, нарисовано палками. Ну и вот, допустим, такая схемка, она не совсем понятна, но это ведомость объемов работы. То есть, то, что можно выдать сметчику в качестве задания. Она, опять же, формируется практически автоматически. То есть, вы рисуете проект, у вас есть такая заготовка, вы туда заходите, немножко там ее дооформляете, и вы даете сметчику для того, чтобы было все описано, что вы использовали в проекте. Ну и, соответственно, есть эти элементы, из которых все это состоит. Пример. Мое любимое – это окно, потому что окно состоит непосредственно из нескольких отдельных элементов. Это рама, подоконник, отлив и так далее. Но непосредственно в ту же раму может быть вставлена створка, в створку ручка. То есть, семейство называется ровно потому, что эти объекты, каждый из них может быть в другом объекте. То есть, есть некое древо. Поэтому они называются семейство либо families по-английски. Ну и, соответственно, семейство архитектурное. Вот пример перемычки. Она полностью автоматическая. То есть, вы указываете ширину опирания и ширину проема, плюс сколько у вас перемычек и какой тип. Ну, потому что тип вы сами выбираете, вы за это отвечаете. Какая будет перемычка там по длине, по ее массе и номинованию, все подбирается само. Есть, допустим, другие примеры – это окна. Допустим, есть стандартная проблема, с которой многие сталкивались. Это, допустим, витраж. Там вставляются створки для открывания. По фасаду они красиво встали, а на плане попали на колонны. То есть, вот эти красные объекты, которые вы видите, это некие зоны, которые нам могут помочь найти пересечение, собственно, открывания этой створки с тем объектом, с которым она столкнется. То же самое есть и в дверях. Потому что двери тоже могут или в лестницу воткнуться, или еще во что-то при открывании. Все это можно создать. Но по умолчанию, естественно, ничего нет. Нет этих пронжарных дверей. Нет дверей, которые заполняют сами шифры. В ГОСТовке они могут сами заполнять эти шифры. То есть, если это там внутреннее, наружное и так далее, это все делается в автоматическом режиме. Но, опять же, для этого нужно создать именно такие элементы. Соответственно, могут быть другие элементы, которые встречаются, там или ворота, или еще что-то. То есть, в архитектуре очень много всего. Это могут быть различные шлопа и так далее. Есть стандартные типовые вещи. Есть те задачи, которые решаются под конкретный проект. Я недавно делал только пыль улавливатель. Вот нужен был такой вот элемент. Соответственно, пришлось его создать. Ну и, соответственно, есть другие элементы, которые уже граничат вместе с архитектурой. Это, допустим, те же самые колонны, фундаменты, арматуры и так далее. То есть, это все может тоже использоваться. Потому что те же архитекторы могут там армировать какие-то кроицы и так далее. Есть визуализация. Ну, я про это не хочу много рассказывать на самом деле. Просто о том, что рейд связывается с 3D Max, и любые изменения, которые происходят в модели, будут меняться в 3D Max. Ну, я думаю, что многим может быть это интересно, но нам лично не очень. Есть, хорошо, работает много лет, уже 10 лет, наверное, работает, никаких проблем с этим не было. А вот в совместной работе есть множество нюансов, которые заключаются в том, что, если мы говорим о работе АЭРа, то часто это начинается либо с ГП, либо с АЭРа. То есть, здесь уже идет некий конфликт с того, что мы будем начинать. То есть, где мы будем начинать? В Ревите, в Цивиле, в Инфоборусе и так далее. То есть, есть множество решений для конкретного проекта. Нет единой структуры, которая говорит, что мы этот проект будем начинать вот так, делать вот так и происходить будет следующее. Нужно смотреть, что за проект, какая задача, когда его нужно реализовать, какие объемы и так далее. Соответственно, мы можем выбрать разные решения. Может начаться не с архитектуры, а с технологии, допустим, производства. Там, по большому счету, архитектура просто обрессовывает ту технологию, которая имеется. Ну, дальше подключается КЖ. Там проходит аналитика. То есть, проходит у нас некая работа совместная с демпланом. На демплане уже начинаются тепловые сети, ВК, электрические сети. Подключаются еще некоторые разделы внутри. То есть, получается огромный цикл, огромный совершенно, где много различных файлов, много различных перекликаний. И, соответственно, этим всем кто-то должен управлять. Потому что самому управляться не будет. Ну, и что касается несущих конструкций. Ревит, в принципе, сейчас хорошо справляется с конструкциями железобетонными. С металлом можно делать и большие. Но настоящий большой край лучше делать в адвент стиле. Адвент стил с ревитом связан. То есть, если вы что-то будете делать в ревите, вы можете передать в адвент, там оформить узлы, посчитать и так далее, как нам необходимо. И выгрузить обратно в ревит, чтобы там проверить на пересечении с вентиляцией и еще с чем-нибудь примерно. Но по большей части на сегодняшний момент у нас идет по железобетону. Металл появляется в девятнадцатой версии. Уже появился, но он еще не работоспособный. Со временем с годами все допили. Но при желании можно что-то делать и в ревите. Даже какие-то объекты. Это примеры того, насколько железобетон это не тривиальная задача. То есть, с точки зрения чертежей это всего лишь схемка. С точки зрения проработки там множество-множество всего. Ну и, соответственно, тут же имеются чертежи, которые мы можем получать из этой модели. Но, опять же, они схематичны. Потому что здесь на плане показывается всего лишь одна линия. Все остальное, если мы просто покажем, как этот стержень будет просто черное пятно. Поэтому принцип работы уже с точки зрения того, что это просто трехмерка не подойдет. Здесь нужно считать соответствующим образом и делать различные варианты. Есть аналитическая модель в ревите. То есть, вы строите непосредственно здание и получаете уже аналитическую модель, с логибами, купюрами и так далее. То есть, это тоже уже сейчас есть. По-моему, 10.4 лера начала это серьезно делать. И вот последующие версии все больше и больше развивают эту концепцию. То есть, вы заново трехмерку не строите. Вы не заново не строите аналитику. Даже если у вас пошли изменения, сам Revit расчетов не делает. Но так как есть аналитика нагрузки, вы поменяли модель, передали ее. Естественно, там нужно будет что-то настроить, но это не с нуля делается. Соответственно, посчитали и выдали обратные результаты. Что-то там переармировали, если у вас какие-то пошли серьезные изменения. То есть, вот так выглядят у нас нагрузки аналитика. Вот аналитическая модель непосредственно в Revit. То есть, вот есть некая модель и она выглядит в виде аналитики. Ну, соответственно, что у нас имеется по армированию. Это непосредственно сама арматура. Это системный элемент, который мы можем делать как угодно. Но имеются еще и различные каркасы и закладные, с помощью которых мы можем собрать любой элемент. То есть, там какой-то профиль, какие-то пластины и так далее. Все это мы можем сделать. Созданы внутри различные виды отгибов, которые потом уходят в спецификацию. Вот имеются спецификации необходимые по армированию, по каркасам. По ведомостям армирования и так далее. Это достаточно серьезные спецификации, требующие хорошей настройки. И так. Ну, и так, в принципе, выглядит арматура. Если ее ничего не раскрашивать. Естественно, так не работают. Потому что это невозможно. Но просто показать о том, что самих стержней много. И, кстати, очень важный момент о том, что многие думают, что BIM это один файл. Нет, это не так. BIM на самом деле это несколько файлов. Архитектор работает в своем файле, конструктор – в своем. Инженеры, они обязаны работать в одном файле в своем. Соответственно, даже внутри одного здания у нас как минимум три файла. Потому что архитекторам вот это все видеть и это все настраивать никак не хочется. То есть, если мы берем какую-то диафрагму, у архитектора она утепляется. Там есть какая-нибудь пленка, там есть какой-то вид фасад и так далее. А конструктору это не надо с точки зрения аналитики, не армирования, ничего. То есть, для него это должна быть другая совершенно модель. Дмитрий расскажет о том, как это происходит в инженерке с точки зрения связи этих файлов. Но, поверьте, она есть и работает неплохо. Ну и семейство по непосредственному конструктиву. То есть, это могут быть различные балки по металлу, сетки, колонны и так далее. То есть, это все тоже создается. Ну и еще хотелось бы отметить новые технологии, которые приходят нам на помощь. Это благоточек, которые мы можем получать различными методами. То есть, мы можем получить это с помощью лазерного сканера. Можем получить просто такую не сильно точную модель, но с помощью квадрокоптера. То есть, снять большое количество фотографий и из этих фотографий получить некую модель, которую мы можем анализировать, мерить и так далее. Это очень серьезно помогает для проектирования. То есть, если, допустим, какой-то линейный объект по съемке еще нет, вот там 50 километров будет делать по съемку полгода, то можно пролететь коптером за неделю, получить некий благоточек, по ним построить приблизительную поверхность и уже начинать проектировать. А уже с приходом более свежих данных их заменить на что-то. То же самое касается и работы общей. То есть, если мы берем билд, то мы можем на более ранней стадии подключиться. То есть, инженер может подключиться на стадии, когда архитектор более-менее что-то утряс. И уже начать какую-то производить манипуляцию. Потому что на автокаде это нужно, чтобы уже все было готово. И только когда все готово, со словом «мама и клянусь», мы передаем остальным. В BIM это не обязательно. То есть, мы можем это делать непосредственно уже на более ранних стадиях и выбрать любую информацию в качестве основы и с ней работать. Сами знаете, как у нас заказчики все любят ждать. То есть, никак. Что мы еще можем получить? Если мы делаем нашу модель точной, если мы привязываем все это к каким-то координатам, то, соответственно, мы можем получить еще опять же Dota по съемке, какие-то данные по высоте, по координатам, начать какие-то делать предварительные решения. Допустим, просто нужно инвестору прочитать эту площадку. Что там будет и как. Она еще не в его собственности. Он не может туда послать топографов. Это стоит денег. Соответственно, приехал человек, полчаса полетал на квадрокопке, пересел в машину и уехал. В итоге мы имеем некий объект, с которым мы можем серьезно уже производить какой-то анализ, работу, инсоляцию и так далее. Это все есть, это все работает. Ну и следующий раздел, который бы я хотел затронуть, он уже смежный между мной и Дмитрием. Это технология. Дело в том, что если мы берем простую технологию с точки зрения, допустим, офисного здания, то здесь ничего сложного нет. Это более-менее типовые задачи, которые решаются на уровне связи технологии, архитектуры. Но есть более сложные задачи, которые связаны непосредственно уже с каким-то инженерным оборудованием. Ну, соответственно, технология тоже считается, все это оформляется, все это чисто ревит, все это можно. Но если мы берем технологию, то технология – это первый этап для работы с инженерами. Технологии живут не в файле архитекторов, живут в файле инженеров. Потому что у нас есть некий объект и нам необходимо к нему иметь различные подключения. То есть мы можем к нему подключить вентиляцию, может выдавать или потреблять воздух. Мы можем подключить трубу туда, может что-то втекать или вытекать. Это все должно быть чем-то запитано, как-то подключено и что-то из этого может выходить. Соответственно, вся эта информация инженерам не задается, она находится внутри оборудования. То есть если вы делаете какое-то производство, вам необходимо непосредственно в оборудовании указать диаметр подключения этой трубы, что это за будет там втекать-вытекать, что это будет канализация, вода, еще что-то. То есть на основе этого уже инженер будет строить свою систему. Просто если он ведет горячую воду, поверьте, она в канализацию не воткнется. Ну, к сожалению, многие хотели бы, но не получится. Поэтому оборудование – это важный момент. И вообще создание элементов любых, оно, собственно, и идет от этих подключений, от тех данных, которые будут уже непосредственно входить в инженерную сеть. Но если вы уже подключили горячую воду, она и покрасится в горячую, посчитается и так далее, в зависимости от того, какой будет там коннектор. На этом я не заканчу. Будет у меня еще один этап. А Дмитрий дальше расскажет про внутренние инженерные сети. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова